Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Более полутора месяцев в Екатеринбурге работает временная приемная генерального прокурора России по вопросам ЖКХ, но несмотря на это поток жалоб не прекращается. Обращения граждан и организации позволяют прокурорам комплексно подойти к оценке законности деятельности той или иной управляющей компании или ТСЖ. Герои нашего следующего сюжета тоже обратились во временную приемную и доводы их обращений нашли свое подтверждение. 26 октября в Екатеринбурге начала работу временная приемная генерального прокурора России по контролю за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ. Прием ведется в здании управления генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе на Пушкино-3. Работа приемная осуществляется и по настоящее время. На сегодня обратилось уже 194 гражданина. Должен сказать, что по каждому обращению организована прокурорская проверка. На сегодня по ряду обращений уже даны ответы по существу. Их анализ показывает, что в большинстве случаев доводы граждан нашли свое подтверждение. Один из адресов Верхесецкий район Екатеринбурга, Шаумена-104. Права граждан грубо нарушены ТСЖ-Ш-104. Сегодня жильцы вспоминают, что когда выходили из состава ЖКХ, в управлении ЖКХ города им выдали специальную памятку, где были перечислены все проблемы, которые могут с ними произойти. Например, счетчики водомера. Как оказалось, для ТСЖ не указ. Мы вышли со счетчиками из ОЖК-1. Мы вышли с индивидуальными счетчиками на холодную и горячую воду. До Нового года мы платили по этим индивидуальным счетчикам. А с Нового года нам стали начислять по нормативам. Я им говорила, что послушайте, индивидуальные счетчики не отменены у нас в России. И почему вы нам начисляете по нормативам? Ну, слушать меня не стали, и поэтому я вынуждена была обратиться в прокуратуру. Чуть позже, когда прокуратура выиграла судебный иск, поданный в интересах жильцов в ТСЖ, нашло способ забрать деньги назад. На две судившиеся квартиры распределили подозрительно высокий небаланс. Слово «небаланс», известное в основном специалистам, требует пояснения. После того, как вся горячая и холодная вода посчитана счетчиком, иногда вдруг выясняется, что на самом деле ее вылета гораздо больше. В кладовке одного из жителей течет кипяток на его заготовленную картошку. И он не знает, что делать, обращался к ней, она ничего не делает, так кипяток и течет. Нам все время говорили, что счетчики поменяли, счетчики поменяли, израсходовали на это, там, такую-то сумму, 70 тысяч, по-моему, она называла. Оказывается, счетчик холодной воды не поменен. Он стоит со времен ОЖЭКа. Вот вам две основные причины небаланса. Дырявые трубы и непомененные вовремя приборы, которые просто начинают хуже считать. Кстати, если счетчика нет, то небаланс означает повышение потребления относительно норматива. Что касается распределения небаланса между квартирами, то ТСЖ, как замечают жильцы, уже давно ведет себя с коммунальными платежами более чем вольно. Тем более, что разобраться в детализированной эквитанции могут не все. Никакие отчеты не предоставляются. Когда разговор зашел, допустим, тепловой учет был, как это, моя жена сказала, членом правления, говорит, вы скажите показания-то, сколько израсходовано, допустим, гигакалорий. Сейчас-то уже точно введено в действие, все. Они говорят, еще что захотели. По обращению жильцов прошла прокурорская проверка. По результатам прокурорской проверки, которая была проведена с представителями госжилинспекции, доводы нашли свое подтверждение. В частности, установлено, что ТСЖ необоснованно начислила заявительницы плату за общедомовое потребление холодного водоснабжения в сумме 10 205 рублей, а также за водоотведение в сумме 12 597 рублей. По данному факту прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием признать эти действия ТСЖ незаконными и обязать, ну, исключить эти суммы из квитанции. Также на Шаумяна 105 обнаружены другие нарушения. ТСЖ не соблюдало требования закона о раскрытии информации о своей деятельности. Также установлены и факты нарушения элементарных санитарных и технических требований. В частности, в подъезде не был убран мусор на лестничных клетках, были оголены провода, находились под напряжением, не была вставлена оконная рама на одной из лестничных клеток, а в узле управления были найдены трупы грузунов. Внесено представление в адрес председателя ТСЖ, а также возбуждено дело административного производства по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях, нарушения правил содержания и ремонта жилых домов. Еще один адрес. Чкаловский район, переулок Короткий, 3. Началось все то же с того, что один из жильцов посчитал, сколько он должен платить на самом деле и посмотрел, что написано в квитанциях. Суммы не сошлись. Цены за горячее водоснабжение вызвали большое подозрение. Как я понял, искританция выводится на основании тормотивов. Хотя у нас стоят счетчики или тепло-горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, общедомовые. Но, как я понял, управляющей компанией невыгодно. Я же разговаривал как-то с главным инженером Александром Петровичем Бельтюковым. Он говорил, у вас параметры, у вас сумма общеквартирных платежей или измерений сходятся с общедомовым потреблением. Вот у меня возникло сомнение, что управляющая компания Чкаловская, она эти показания приборов учета не снимает, а берет по нормативам потребления. Ибо это ей выгодно. Как она рассчитывается с поставщиками энергоресурса, я тут сказать не могу. Потому что у меня доступа нет, каких не было. И эти факты также нашли свое подтверждение. Установлено, что в квитанциях за октябрь текущего года заявителю был начислен объем потребления горячего водоснабжения, фактически потребленный в сентябре. Кроме того, в августе-сентябре в указанном жилом доме уборка мест общего пользования не проводилась. Вместе с тем, соответствующий перерасчет платы за неоказанные услуги гражданам произведен не был. Были приняты меры прокурорского реагирования. В адрес директора управляющей компании внесено представление, а также ему объявлено официальное предостережение. За ходом и результатами рассмотрения данных актов реагирования, а также реальным устранением нарушений закона прокуратуры установлен контроль. Работа временной приемной продолжается. Уголовные дела по фактам беспорядков в Кировградской воспитательной колонии, злодеяний группировки «Фолькштурм», а также убийств пожилых женщин в Красноуфимске расследовались под надзором прокуратуры Свердловской области в лице старшего помощника прокурора области Тамары Малафейной. В июне этого года Тамара Юрьевна удостоена государственной награды. Ей присвоено звание заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации. О следственном прошлом и настоящем далее в нашем сюжете. Более 20 лет в следствии и почти столько же в надзоре. Почетный работник прокуратуры СССР, а теперь еще и заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации. Тамара Юрьевна шутил когда-то прокурор области Степан Лукин, подписывая очередной приказ о премировании. Бюджет бухгалтерии не выносит ваших поощрений, очень часто вы раскрываете преступления. А началось все в 1971 году, когда только что закончившая институт Тамара Малафеева по распределению приехала в Серов. К поезду пришли будущие мои коллеги с большим букетом цветов. Это Колесников и Юрий Степанович Дубовских. На площади привокзальной меня ждала Волка, на которой меня привезли в Серовскую городскую прокуратуру, где во главе стола сидел Александр Васильевич Иванисов и коллектив Серовской городской прокуратуры, которые ждали прибытия молодого специалиста в моем лице. Вот, посреди комнаты кабинета стоял стул, на который меня посадили, а я была тогда молодая девочка, красивая, в коротенькой юбочке, и говорят, ну кто ты, что ты, расскажи. У меня слезы в три ручья, вы не думайте, что я к вам надолго, я хочу к папе и маме. В общем, все со мной было ясно, подводит итог Тамара Юрьевна. И с благодарностью вспоминает старших коллег. Без их опыта и готовности помочь молодому специалисту не было бы ни наград, ни успехов. Серов действительно большой, трудный, сложный город. Там очень достаточно большая территория, количество преступлений очень, тоже было большое. Ну и, в общем-то, в те годы работать нам приходилось сложнее в какой-то степени, чем сейчас, допустим, следователям. Почему? Потому что, ну, и сроки расследования значительно были меньше. И находясь на периферии, все экспертизы проводить приходилось в городе Свердловске. То есть это тоже процесс времени. Обвиняемые, подозреваемые задерживались, которые, они находились всего 10 дней в Серове, и поэтому, соответственно, нужно было сделать максимум работы. После этого они уезжали в следственный изолятор и только возвращались на 10 суток для окончания уголовного дела. Поэтому у нас не было такой возможности, как сейчас у следователей, расследовать уголовные дела годами. Двухмесячный срок на расследование и большой объем. По 6-7 дел одновременно. За год около 50 дел, а иногда и больше, отправлялись в суд. Притом, что в городской прокуратуре работали сразу 6 следователей. Через 3 года, когда срок распределения истек, Тамара Малафеева вернулась в Екатеринбург уже опытным работником. Хотя, по большому счету, учеба продолжалась. На мой взгляд, и 3 года – это достаточно маленький срок, Потому что следователь становится настоящим следователем спустя 5-7 лет. Что такое следователь? Это, в общем-то, психолог, который должен уметь установить контакт, Разговорить лицо, процессуальное, тебе противоположное, И, в принципе, получить необходимую информацию для того, чтобы правильно ее закрепить, Составить обвинительное заключение, направить в суд, И чтобы это уголовное дело в суде прошло. Поэтому, когда сейчас я осуществляю надзор, Я следователям всегда говорю, Вы не забывайте от того, что вы работаете следователем, Вы всегда себя ставьте на место обвиняемого, На место защитника, на место прокурора и на место судьи. Если вы будете в целом видеть данное уголовное дело во всех этих лицах, Только тогда у вас будет качественное расследование дела. Вот, например, кем для следователя, А следовательное для обвинителя будет адвокат. Противникам? Не совсем. К контраргументам защитника всегда следует прислушиваться, Говорит Тамара Юрьевна молодежи. Я всегда в качестве примера говорю, Вот, елка новогодняя, там очень много веток. Так вот, на каждой этой ветке должна сидеть игрушка, Чтобы не было пустого места. Это точно так же, как и в уголовном деле. Чтобы не было пустых дырочек, Которое может ускользнуть у вас тот или иной обвиняемый при помощи своего защитника. Именно дела октябрьского периода запомнились больше всего. Конечно, мне запомнились уголовные дела. Это по обвинению Степанова, убийство его матери. Убийство, значит, по обвинению партии, Она совершившего ряд убийств, в том числе, значит, и покушение на убийство. Ну, этот гражданин в последующем был расстрелян. Точно так же, как запомнилось дело по убийству Заятиной, Поскольку эта девочка, был труп молодая, красивая девушка, Была обнаружена в парке Маяковского. Ее изнасиловали, затушили. В общем-то, спустя, ну, будем говорить, три недели убийство было раскрыто, Собраны доказательства достаточные, И обвиняемый получил заслуженное наказание. Следующие 18 лет прошли на следственной работе в прокуратуре Октябрьского района. За это время была и работа в следственной бригаде генеральной прокуратуры, И громкие дела в Екатеринбурге. Именно тогда, в районном звене, Тамара Малафеева получила звание почетного работника прокуратуры. И снова о наставниках. Безусловно, помог раскрыться таланту прокурор района Владлен Кастерин. Ну, он умел сплотить коллектив, он знал, кто на что способен. Вот у меня коллега была, Эмилия Алексеевна Аршинская, значит, Вот она специализовалась на хозяйственных делах, он ей давал хозяйственные дела. Она еще очень любила нарушение трудового законодательства, связанное с техникой безопасности. А я, ну, честно скажу, не моя категория дел я не любила. Вот моя категория дел – это раскрытие убийства, там, изнасилование и так далее. С 1993 года Тамара Малафеева в аппарате областной прокуратуры. С этого же года со следственной работы переходит к надзору. В ее поле деятельности расследование особо важных дел. Неоднократно она выступает государственным обвинителем в суде. Среди дел, которые Тамара Малафеева вела в качестве надзирающего прокурора или обвинителя, можно напомнить такие, как дело серийной убийцы из Красноуфимска Гайда Мачук, группировки скинхедов из Екатеринбурга «Фольксштурм», а также бунт в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Особо важные дела – это убийство, изнасилование, коррупция и другие столь же тяжкие преступления. И женщина в следствии это вызывает уважение. И только в семье Тамара Юрьевна о работе забывает. Как бабушка я, конечно же, не строгая, но как я могу строго относиться к своему маленькому чуду и чаду? Нет, я любящая бабушка, я бы так сказала. Я не могу строго относиться. Моей внучке всего один год десять месяцев. У нее сейчас самый прекрасный возраст. Она повторяет все, что слышит, все, что видит. Поэтому с ней у нас полное взаимопонимание. Особенно в субботу и в воскресенье. В конце июня в Москве генеральный прокурор Юрий Чайко вручил Тамаре Малафеевой государственную награду – знак и удостоверение заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации. По поручению заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева проведена проверка по факту убийства десятилетнего мальчика в городе Серове. Возможно, трагедии удалось бы избежать, если бы система органов профилактики безнадзорности сработала бы должным образом. О том, как заставить эту систему работать, говорили в прокуратуре Свердловской области. На коллегию, посвященную соблюдением прав несовершеннолетних, были приглашены представители полиции, правительства Свердловской области, а также муниципалитетов. Как показывает статистика, за первые 10 месяцев текущего года 790 детей стали жертвами преступных посягательств со стороны родителей и законных представителей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В последнее время очень страшит в сводках, которые имеются у нас в правоохранительных органах, большое количество ужасных, я не знаю, нечеловеческих преступлений, когда матери, родители, одним словом, даже их трудно назвать родителями, совершают жесточайшее преступление вплоть до убийств малолетних детей. Буквально вчера одна такая мамаша случайно ударила головой об диван, а спинку он умер. Когда за ноги берет мамаша ребенка и ударяет его на глазах у собутыльниц об угол, и он тоже умирает. Такие факты, понимаете, ладно бы один античеловеческий какой-то факт такого злодеяния, они повторяются регулярно. Как отметились трибуны, на территории Свердловской области не была принята региональная целевая программа по профилактике семейного неблагополучия. Не выработана единая система учета неблагополучных детей и семей, банк данных не сформирован, поэтому ни одно из ответственных учреждений не может предоставить полные данные по проблеме. Я вот езжу по районам, главы ездят на джипах, и только из 94 муниципальных образований в пяти из них приняты целевые программы дополнительных мер социальной поддержки малоимущих семей, социальной поддержки детям. Давайте настоим, а у нас полномочия есть, для того, чтобы в каждом районе внесите представление о нарушении закона, в том числе об основах профилактики, они обязаны, муниципалитеты и по уставу они обязаны защищать детей-сироты и детей-оставших без причинения родителей, чтобы эти программы на будущий год были приняты. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Адреса и координаты надзорного ведомства сейчас на экранах ваших телевизоров. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok